Мы разберёмся без твоего участия, как нам вести себя. Видите, в компании кто работает по-вашему? Я ж не голубой, как на ДТП, блогер. Я тебя вообще не люблю. Вы нормальный? Нет, я ж проговорил, он говорит, я вообще не могу встать вообще. Я просто болею. Сейчас надо ждать, пока он выйдет. Понятно, ну значит завтра приеду. Нет, ну это ваше право, я же не могу. Просто ситуация, что человек болеет, не знаю, вы сходите. А вы с 10, да? Да. Ну, по-сторожно, с 10 годами. Возможно, гендиректор, не знаю, за ночь очуткается. Ну, не знаете. Может такое быть? Вряд ли. Навряд ли? Чего-то отбегает, вы поймете. Ну, а вы про Лазаря слышали? Легенду про Лазаря? В Новом Завете? Нет, не слышали. Ну, в воскрешении Лазаря. Иисус воскресил умершего человека. То есть, он вообще чудо сотворил. Почему? Ну, а вдруг, знаете, вот сейчас какое-то тоже чудо произойдет. Да, там человек вот сейчас лежит в температуре, а утром встанет такой. Ну, вы знаете, что он сотретит. Ну, конечно. Артур, он пока еще на больничном, да. Ну, конечно, ему здоровье, сил. Но, с другой стороны, ну, я уже говорил, я рад, что его у него помнишь. С нами. Сейчас. Ладно. Ладно. Все, удачи. Здравствуйте. Доброе утро. Да, я узнаю, выздоровел ли гендиректор. Нет еще. Нет, не выздоровел. Нет. Ну, ладно. У вас же есть наш телефон. Ну, если выздороветь, я внизу там. Вы нормальный? В смысле? Ну, я имею в виду, как он может выздороветь? Он тут же бац и побежал. Ну, бывает же такое. Человек болеет. Если что, я внизу ему, передайте. Вам понравилось, конечно. Кто у нас, Артур идет, что ли? Ну, Артур, да? Не подходи. Руки уберет. Не подходи. Руки уберет у меня. Не подходи ко мне. Руки убери. Да ты не подходи ко мне. Ты руку отнимал, бери. Нифига, я не хочу, чтобы ты ко мне подходил. Да, я не хочу, чтобы ты меня трогал. Что ты меня трогал? Я тебя не трогаю. Да что это? Не подходи ко мне. А что ты меня трогаешь? Да не трогаешь. Я тебя трогаю? Трогаешь. Ты меня сейчас что трогаешь? Бьешь? Ты меня провоцируешь? Да, что ты меня трогаешь? Здравствуйте, Бычевский Александр беспокоит. Меня человек бьет. Овчениковская набережная, дом 6, строение 3. Артур, я этого человека знаю. Сотрудник компании ООО ЮК Альянс. Здравствуйте. Это я вызывал. Вот этот человек меня ударил по руке несколько раз. Зачем ударить? Я его не бил по руке. Я подходил к нему, он вот так вот выставляет. Я говорю, бери руки и все. Но я до этого несколько раз сказал, не надо ко мне сходить. Я подошел поговорить, ты пришел в компанию? Не, это не так все было. У меня есть видео, я готов показать. Ну, поймите, напишите заявление, а вы уже будете на данный день, не знаю. Пойдемте, пошли. В смысле, а вы... Мы тоже с нами пойдемте. Вы же ударили, чувак. А я не бил. Мы вот будем разбираться. Били вы, не били. Ну, это... Так, это мы в отделении Смосковья сейчас находимся. Так, Артур вроде успокоился, больше ко мне не хочет подходить. Здравствуйте, юридическая... Пятницкая, она вот идет. А вы не на юридический консультант сходите? Нет. Нет. Ну, вот если соберете, обязательно прочтите. Вам нужна юридическая помощь, просто вот памятка, да, как себя вести, потому что очень много юристов мошенников. Юридические консультации бесплатные, если заинтересуют, обязательно в прочтении. Если пойдете, это не реклама. Просто прочтите, перед тем, как идти, ладно? Знаете, да, кто-то? Ну, вот обязательно познакомьтесь. В центре Москвы очень много юристов мошенников. Это не реклама, тут никаких телефонов ничего нет. А если соберетесь к юристу, к любым, да, то есть обязательно прочтите. Это памятка, как не стать жертвой мошенников. Вы прочтите бесплатную консультацию, а вам предлагают бежать в банк срочно, брать кредиты там на 50 тысяч. Если соберетесь к юристам, обязательно прочтите перед посещением. Мне уже второй раз вытитывают, третий раз. Вот смотрите, вы наверняка вот захотите, да, к юристам обращаться потом. Вот просто держите это за себе. Если соберетесь к юристам, обязательно прочтите. Я никуда у вас никто, я вас очень прошу вот с этим ознакомиться. Изучить, да, чтобы не стать жертвой мошенник. Спасибо. Если пойдете, да, к юристам, вот прочтите, пожалуйста, вот это. Если к юристам соберетесь, обязательно прочтите. Цены дорогие? Нет, 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 это не реклама, это просто, если вы соберетесь к юристам на бесплатную консультацию, да, обязательно вот прочтите вот это все. Да, потому что очень много людей, которые обманывают. Интересуют юридически, можно сказать, бесплатные, бесплатные. Если заинтересуют, прочтите. Если к юристам, да, 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 если соберетесь к юристам к любым, обязательно прочтите. Да я уже к такому. Кинули? Кюшки. На сколько? На 3, но это не так сказать. Пенсионеры там не на поллям будут кинуть, знаете, да? Знакомьтесь, пожалуйста. Если пойдете к юристам, обязательно прочтите. И пенсионеров обманывают, и вообще просто творят беспредел. А вы что хотите? А я хочу людей посвятить, чтобы они не стали вот этим жертвами. Я, видите, тут ни телефонов, ничего нет. Как тоже он будет еще оплачивать за свои деньги? Ну, приходится. Мне не интересуют юридические консультации. Если соберетесь, обязательно прочтите. Добрый день. Ознакомьтесь, пожалуйста. Если соберетесь на юридические консультации бесплатно, обязательно прочтите, прежде чем идти. Это памятник, как не стать жертвами мошенниками. То есть сейчас очень много в Москве. Даже в центре Москвы. Если соберетесь, то я вообще рекомендую прочесть. Это не реклама, не подумайте. Нет, у меня нет фирмы, я предупреждаю людей, как не стать жертвами юристов операции. Я поняла. Их сейчас очень много в Москве. Я могу, да, можно взять. Ну, если прочтите. Хорошо, давайте. Прочтите или, может быть, у вас кто-нибудь из знакомых соберется к юристам. Здравствуйте, ознакомьтесь. Еще юрист? Что? Нет. Боже упасил. Если соберетесь к юристам или ваши знакомые, соберутся, вот просто прочтите. Перед тем, как идти к ним, ладно? Сейчас очень много юридических компаний, которые предлагают как-то бесплатную консультацию, а разводят на деньги в результате. О, Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Спасибо. Нет. Ну, вдруг вам потребуется юридическая помощь, а как бы... А вы со мной не хотите поговорить? Дмитрий Васильевич? Дмитрий Васильевич! Ау! Здравствуйте. Здравствуйте. А юридические консультации интересуют? Где ты, где прят? О, я к вам. И что? К вас, к директору. Что ты меня толкаешь-то? Так ты меня толкаешь-то, я тебя трогал? Да у меня на записи все есть. Ну, хорошо, на записи есть ты, есть. Ну, что, пройти-то нельзя? Я не знаю, проходи. Ну, что ты меня трогаешь, я не могу понять. Да что же ты можешь мне дорогу не преграждать? Ну, конечно, проходи. Да что ты мне встал передо мной? Я в углу сейчас стою. А? В углу стою, говорю. Ну, хорошо, ну что ты в углу стоишь. Ну, что, что случилось сейчас? О, я гендеректор пришел. Да? Да. Сейчас, тогда подожди, тут не уходи, ладно? Да, хорошо. Диана! 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 Мне в скиндерект? Зачем не Диана? Ну, ты снимай на камеру, да? Диана! Ты глупая, что ли? Углай по лицу. Да, ты что улетишь. А что вы на проход стоите? Так я хочу, к вам пройти, но не пускайте. Тогда я хочу, вниз пойти, а вы не пускаете. Ну, идите вниз. Ну, идите, пожалуйста. Ну, мне не указывайте, что мне делать. Ну, так вот, проход. Угу. Угу. Больше нет камер? Мм? Больше нет камер? Только две доктора? Угу, на стене есть. Ну, тут еще доставать. Что-то было у меня тут. Ну, не пройти как-то. Ну, и что? Что ты меня толкает? Я прости хочу. Ты социальную дистанцию слышал? Ты что? Я хочу пройти. Такие, я хочу, боюсь. И что-то у меня не пустарный. Ну, что ты у меня стоишь, а вы ее не пустарнили? Сама? С мыслями занимались? А? Это что такое? А что такое? Это что-то у меня с лестниц катетки? Я? Да. Ты социальшел, у меня даже руки за зерной, чтобы я не рассказывал, что тебя не бьют. Ну, пузом, пузом с вами. Пузом у тебя, пузом. Я записываюсь. Так записывай, я тут при чем? Я тебя трогаю, хотя бы рукой тронул. Пузом. Пузом? Да. Ты нормальный человек. Ты стоишь на лестнице, а не даешь людям пройти? Я тут виноват, что ты не даешь людям пройти. Я хочу пройти к вам. Так а я вниз хочу пойти. Ну, идите. Так, ну, ты мне не разрешаешь пройти. Ну. Чего ты хуёвочки не можешь? Как ты меня толкаешь? Я тебя трогал? Ну, пока толкаете вы меня. Ты меня что толкаешь? Я тебя трогал? Вы меня с лестницы толкаетесь. Ты меня сейчас толкнул, зачем? Я тебя трогал? Я хочу пройти туда. я тоже хочу пройти проходил ты мне толкаешь проходить и вот и меня толкаешь я все спрашиваю можешь объяснить но без течет и толкаешь а диана здравствуйте тут ваш неадекватный сотрудник не адекватно меня не оскорбляй меня понял сейчас чуть лестнице не скину не оскорбляй меня я тебя ставить меня даже вот есть я тебя оскорблял и что делать но я не знаю у нас пора уже уволить этого сотрудника мы разберемся без твоего участия как нам вести себе понятно кого увольнять кого принимать если каждый галмо будет заходить и нам указывать что делать порядку у нас кстати на сказать о я тебе еще обязан рассказывать а я сам вызываю здравствуйте бычевский александр беспокоит я вот нахожусь на по улице афиньковской набережной дом 6 строение 3 пытаясь пройти дом 6 строение 3 пытаясь пройти в организации с которым не договор вот меня сотрудники не пускают толкают вот мне нужна помощь сотрудников полиции да не надо ко мне-то сходить хорош 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 я знаю что я хорош знаешь да я же не голубой как нет но я не знаю вы постоянно пытаетесь ко мне прижаться нет но смотрите я я ручку вытягивать другая не 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 я вытягиваю руку а надо камера ты че-то я не ты че это что такое руку убери опять дети до 5 это не убивать и убирать я тебя трогаю вдруг не ходите ко мне не подходить ко мне на состояние а трогаю в грудь на убери руку я тебя трогаю в грудь и руку убери я тебя другой а суши еще раз посвистки я тебе ударю ты чё делаешь ты чё делаешь я все другой причем вот так вот не надо ко мне подходить я отведи ко мне не подходи ко мне так да черт и не трогаешь не надо ко мне подходить его чем у меня труды отсюда мне трудно не подходи ко мне проходи до прямо в смысле рук убери прямом смысла Руку убери, ты меня не трогай, я тебе не разрешаю меня трогать. Ты что делаешь? Я пройти хочу туда. Ты меня не трогай, понятно? Я тебя не трогаю. А что ты кулаком сейчас на меня максишь? Да не макси, не баши. Я хочу пройти туда. Ну а что ты доходишь? Я подхожу? Нет, а ты как-то сейчас подошел. А у вас с головой все нормально? У тебя с головой нет все нормально. Я вон туда хочу пройти. Ну пройди, я что, я тут при чем? Здесь происходит то, что я пытаюсь пройти организацию. Вот этот человек меня не пускает. Меня пытался столкнуть с лестницей. Туда организация? ООО ЮК Альянс. Юридические консультации. Вот здесь, на дороге, значит, он подходил, бил меня по руке. Я вытягивал руки, чтобы он ко мне не подходил. Он меня бил по руке, у меня все есть на видеозаписи. И я являюсь сотрудником организации. Просто вот, видите, что делаю? И что, пусть снимать, корреку. Пусть снимать, никаких проблем. Он просто каждый день приходит. Мы уже сто раз туда в организацию, ну, в полицию в отдел писали. Ему вот последний раз в неделю две назад даже начальник отдела... То есть вы заявляете, что этот дизайн вас удалит? Да, я заявляю, и нанес имущественный вред. Вот он мне листовки разбросал, можете посмотреть. Посмотрите, пожалуйста. Вы осмотрите место правонарушения. Что здесь правонарушения? А у вас договор есть об оказании? С собой нет. Нет? Нет. Ну, а как вы присвучиваете? Требуетесь у вас с собой договора? Так нет, там просто я претензии писал, претензия должна быть у организации. Так мы же ответили на претензии. На последние претензии не отвечал. На последние претензии не претензии, а желания, пожелания какие-то. Нет, там претензии. В чем претензия, что увольте, вот этого поругайте, вот этого позовите меня, я поругаю? Там все расписано. Ну, хорошо. 15 тысяч. Ну, еще 19 я должен был доплатить. Да, ну, мы в суд уже подали. Придет скоро повестность, что все равно идут. А мы в суд подали что? Ну, во-первых, расторжение договора. Мы свою часть обязательств выполнили, чтобы он доплатил. И плюс, так как он требует морального вреда, мы там тоже неустойки есть, не будем требовать. Послушайте, а то, что он заявляет, что его убьют, ему говорят, иди с ними побои, и все. На этом он больше нет. Это не кривитак, он постоянно всем расскажет, что я его убью. Подтвердите, почему вы его убьете? Так, а он не подтверждает, он просто говорит об этом, и все. Ничем не подтвержденное. Заявляет на меня вот уже неоднократно в полиции, да? Нельзя написать заявление, что он постоянно киевит. Да, вот. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...